— Так. До этого меня слышно было всё, что я сказал, да, или нет? — Так, я так понял, что не было слышно, но, видимо, сквозь музыку просачивались. — Тогда начнём сначала. Мы с Зуртаном Халтаровым, Зуртан Халтаров и я, Андрей Григорьев, желаем вам доброго вечера. Хотя вот в Башкортостане он не такой уж и добрый, какая оказалась. Там жестоким образом полиция подавляет протесты, дана отмашка на беспредел, потому что вот сообщили, что один из захваченных полицией активистов, он скончался. Скончался, скорее всего, в результате пыток полицией. Сейчас мы хотим начать этот вечер с прослушивания песни. Это башкирская песня на башкирском языке, которую исполнял в своё время Фаир Алсынов. — Внимание, слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А потом выяснилось, что сознался другой киллер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда он сломался, дал показания Но потом, конечно же, просто в силу обстоятельств Он уже сидел в колонии, его жизнь была разрушена Но так повезло, что полиция Причем, а нет, еще милиция даже Милиция в Санкт-Петербурге Она задержала киллера, который стал рассказывать О своих преступлениях, которые он совершал по всей стране И в том числе вышли вот на это убийство Оказалось, за него уже сидит Благодаря стараниям татарстанской милиции Невинный человек Но что касается ситуации в Башкортостане То там, понятно, даже изначально Никакого криминала не было Была просто вот такая вот Акция гражданского неповиновения Из-за того, что начали Стряпать дела против активистов И, соответственно Очевидно Раиль Хайбиров Он получил отмашку Подавить протест максимально жестким образом Вообще российские чиновники Они имеют более богатые инструментарии Но тут мы видим, что время поджимает Что на носу переизбрание диктатора Переутверждение его в должности И, соответственно, любой негатив Он должен жестко подавляться Может быть, в других каких-то обстоятельствах Хайбиров бы и пошел на переговоры Начал тянуть время Начал как-то задабривать Но тут была команда подавить Чтобы уже к выборам и духу не было никакого И вот мы видим следы этого подавления Ну да, но нужно еще отметить Что вот Дим Давлеткельдин Он сам пришел по повестке То есть его никто не задерживал Ну и это не как бы То, что он сам по повестке явился Оно как бы на них никакого Не произвело впечатления И ведь ситуация такая Что ну как бы Вот ошибка Мы уже до этого обсуждали О том, что была такая ошибка Что это мирный протез Все туннелирование в эту сторону Там водить хороводы Плясать Там как-то пререкаться с ментами Это уже не работает То есть Точка как будто невозврата Когда там еще путинский режим Пытался играть демократию Она прошла И вот 22-23 год Он четко конкретно показал Поэтому сделали правильно Те активисты Которые просто ну там Сумели покинуть Российскую Федерацию Да там кто-то в Казахстан Наверное уехал через границу А ты там знаешь Там граница вообще в принципе Пустая Я там даже помню Было сообщение о том Что какие-то казахские волки Какого-то значит нелегала там Съели полностью практически От него там пара костей Осталась и нога И то есть границу Может перейти вообще в Казахстан Спокойно без всяких там Пунктов каких-то Там без отметок и так далее Так что правильно сделали Те которые ушли Кстати про Казахстан И выезд через Казахстан На этой неделе продолжалась Продолжается еще одна громкая история Она связана с депутатом Пермской гурдумы Сергеем кажется Медведевым Да Который написал обращение Вот значит Думы Да или там 31 декабря он выложил Очень жесткий пост В котором пожелал сдохнуть Твари разверзавшие кровавую войну Ну соответственно Кто эта тварь Всем было очевидно На Медведева уже успели Завести уголовное дело Его успели объявить По-моему даже В международный уже розыск Но к счастью Медведев все это конечно Предусмотрел И он сейчас покинул Россию Слава Богу Насколько я понимаю Покинул как раз через Казахстан Но это уже детали А главное Что на этой неделе Все как один Депутаты Пермской гурдумы Они проголосовали За лишение Медведева Мандата Но есть нюанс Они проголосовали За это на том основании Что Медведев имеет мнение Отличное от остальных Ну Как говорится Может быть молодежь Которая нас слушает Она не совсем понимает О чем речь Но Были в свое время Такие-то Товарищеские суды Обычно Это тоже Обычно Это касалось Ну обычно На каких-то предприятиях Было Это касалось Там В основном пьянки Но Хулиганка Тоже отмечалась Там какая-нибудь Изначально Изначально Это был инструмент Сталинских репрессий Тоже Товарищеские Избиения Я бы даже их назвал Потом Кстати Китайцы Они приняли Вот эту систему Когда ты должен Сам Саморазоблачиться Перед обществом Общественностью И так далее Ну и вот И Возвращаясь К нашей Ну то есть Это вот такое Включение Срочных новостях Сегодня мы Ну как бы Написали Ну то есть Тема была Что мы будем Разговаривать О ситуации Которая случилась В Якутии Да Там случился Митинг Мужиков То есть В отличие от Того митинга Который там Палками разогнали Во время мобилизации Когда в основном Женщины вышли Тут полицейские Довольно побоялись Мужиками действовать И когда там Пытались крутить Я там По-моему Один из полицейских Пострадал Ему просто Морду дали Он упал И толпа разбежалась И там Ну куча видео По этому поводу Ну вот Определенное бурление В интернете Произошло на этот счет Из-за того Что в Якутии Там во время Пьяной какой-то Разборки Стенка на стенку Случилась Поножовщина Погиб Якут Подозревая Значит Гражданина России Таджикского происхождения Ну и соответственно Там Вот эта вся ситуация Вскрыла Сразу несколько Таких пластов Да О том что Одно дело Это политический Какой-то митинг Да Каких-то там Старушек И активистов Интеллигенческо Разгонять А другой митинг Это когда Вот Вышли именно Из-за Там Ну не побоюсь Слово Расизма Да Потому что Мигрантов Да Такой Такой Антимигрантский Подгром И кстати Ну меня Больше возмутил Тот факт Что Вот этот Русский Офицер Мобовец Да Который там Полицейский Стоял Он Говорит А что Вы вышли Это Что Вы Выползли Это Вашего Из головы Совершенно Из дырявой Своей Ну и вот И Собственно То есть Ну я уже Об этом Давно говорил О том Что Мы теперь Да Не какие-то там Якуты Буряты И так далее У которых Какие-то там Свои республики Какие-то Свои права Да Мы вот Просто Россияне Я это Кстати Об этом Говорил На первом Форуме Значит Свободных Народов России Еще тогда Значит И как раз Говорил По поводу Вот этой Ситуации О том Что Ну Как бы Мы вот К этой Ситуации Пришли Ну я бы хотел Сказать Что тут Конечно Да Понятно Раздражение Нарастает Но все-таки Клапан Опять Он Как бы Сработал Не в том Месте Потому что Ну Понятно Что преступления В том числе Жуткие преступления Совершают Иммигранты Тоже Но Тем не менее Корень-то Зла Не в этом И Понятно Что Просто У них Вот Действительно Сработал Какой-то Клапан Что выбило Что Значит А плохие Мигранты Давайте Там На рынках Какие-то Погромы Учинять Это Это Контрпродуктивно Это Контрпродуктивно Это Не Ведет В тупик В итоге Потому что Корень зла Он остается Вот Невыкорченованным То есть Ну как мы видим Собственно Путин И его приспешники Его наместники Они остаются На своих местах Полиция Все так же Вертит активистов Но Что касается Якутии Например Я так Подозреваю Что там Даже В общем-то И жесткого Подавления Не было И не будет Ну сопоставимого С башхартастанским Во-первых Там собралось Меньше людей Во-вторых Все таки В Якутии Ты знаешь Удельно Количество стволов На душу населения Оно гораздо выше Я думаю Дело не только в этом А еще и в том Что власти Удобно Когда злость Направляется Не на нее Лично То есть мы Помним Что достаточно Толерантно Обошлись С погромщиками В Дагестане Хотя там Произошел Де-факто Захват Аэропорта Ну там Вообще Какая-то Комичная Ситуация Произошла То есть там Не совсем Мне кажется Ну как это Можно сказать Глубинария Там Кузьмичи Или как Можно назвать Ну народ Не совсем Образованный Ну комичный Или нет Но смотри Заметь Когда идет Речь о ненависти К соседу Российская власть Стоит в стороне Потирает ручки Она может Пальчиком Погрозить Но ничего Серьезного Она делать Не будет Ну там Например Многие Якутские Активисты Они уже Поспешили Ну как сказать Что это На самом деле Все Айсен Сделал Для того Чтобы Как бы Выслужиться Перед Москвой И показать Какой он Мужик Короче То есть он Может даже И такие митинги Разгонять Ну Айсен Николаев Это президент Якутии И соответственно То есть Но уже Дагюра не президент Как я понимаю Ну да Там руководитель Кроме Пучина Не осталось Как они там Теперь называются И там есть такая вот Псевдонационалистическая Псевдопатриотическая Организация Устумсу Называется И там Ну вот мужики Все У которых Кризис среднего возраста Возник И так далее Вот они Значит там Целый храм создали У них Так партира Это значит Такая вот Якутская Как бы Ну построенное Как бы Псевдожилище Якутское Да В котором там В центре значит Очаг расположен Они там постоянно Каких-то шаманов Приглашают Якутских То есть Там и ритуалы Различные Проводятся Но они Видишь Проправительственные Оказались И там начали Загонять молодежь В том числе Под эту Под кабалу рекрутскую Ну и сейчас Вот недавно Украинские Значит СМИ Они Несколько Значит Выложили Роликов Где были Запечатлены Якуты И один Вот из них Сказал Сидоров По-моему У него фамилия Он сказал Что мы договорились Что мы При первой Возможности Сдадимся В плен По той простой Причине Что Командиры Ну нас не жалеют И это для них Уже там Находящихся На Ленточке Или как там На нулевке На зировке Или как это правильно Называется Для них очевидно Что их просто Используют В качестве Пушечного мяса И не больше То есть даже Люди Довольно Примитивные И анти Даже интеллектуальные Даже уже Поняли Что там Происходит И конечно Вот эта Прискорбная ситуация Которая Приключилась Но опять же Это же видишь Происходит из-за того Что вот Якутский Или бурятский Патриархат Он фактически Разрушен То есть в Бурятии Тоже таких Полно таких Преступлений Когда там Какой-нибудь Там бурятский Молодой человек Решил там За пьяную Бурятскую Женщину вступиться Да Хотя она И не требовала Помощи Там Да И какие-нибудь Там представители Горских народов Там Закавказских народов И так далее То есть Ну тоже Убивали бурят И причиной Там Значит Была развратная Там какая-нибудь Бурятская женщина Да Ну в этом Как бы Мы-то в этом Я не знаю Ну больше научены Что ли Или там У бурят Больше толерантности По этому поводу Но я более чем Уверен Что причина Вот этих разборок Она либо финансовая Какая-то Криминальная С другой стороны Меня спрашивают Вот Зрители в том числе А почему Говорит Вот Бурятия Ну такое Негромкое Я говорю Потому что Зарплата нищая У нас нищий регион Относительно Якутии То есть Якутия Она Привлекательна Для мигрантов Центральной Азии По той простой причине Еще что Зарплаты выше Соответственно Там Поскольку Общество Традиционное Патриархальное Такое Мусульманское Да То есть У них Они трактуют Женщин Совершенно По-другому И когда он Приходит в клуб И видит Развратных Якутских Женщин То Автоматически У него Все якутские Мужчины Они как бы Начинают теряться В статусе И поэтому Эти конфликты Если бы Допустим В Бурятии Или там Где нибудь В других Регионах Он бы Может быть Еще подумал На тем Чтобы Версти себя Дерзко И так далее То в данном Случае Он видит Этих Несчастных Женщин Которые Отдаются За бутылку Водки Там И все Прочее То есть Тут еще Такой элемент На самом деле Проскакивает Плюс Одновременно Никто не исключает О том Что Когда Есть люди Из которых Можно Поиметь денег Всегда Лезет криминал То есть Криминал Из регионов Плюс Не секрет Что многие Мигранты Они должники Есть такая Система То есть В Центральной Азии Когда Должников Отправляют На заработки В какие-то Регионы И ставят Над ними Определенных Людей Их собирают В кучки Значит Отдают В какие-нибудь Русские Предприятия И вот Тут Правильно Некоторые Якуты Народ Саха Ставят Вопросы А говорит Вы не задумывались Почему За последнее Время Увеличилось Количество Мигрантов Из Центральной Азии То есть Их Специально Привозят Под русские Предприятия Которые Занимаются Добочей И Значит Хищением Фактически Природных Ресурсов Якутии И Это Дешево Потому что Можно Не платить Да Ту зарплату На которую Рассчитывает Местный Житель Конечно Ну это Во всех регионах Такая проблема То есть Якутии Просто Они не борются За свои Трубовые Права То есть Ну как и Буряты То есть Я считаю Что Там 30 или 40 Процентов Допустим Каких-то Предприятий Которые Приносят Существенную Прибыль И в них Хорошая Зарплаты Там просто Квота Должна Быть Обеспечена Для местных Жителей Ну или Пожалуйста Рентные Выплаты Тогда Платите Но федеральный Центр Этого Специально Не делает Это Богащает Таким Способом Значит Своих Русских Олигархов Которые Сидят В наших Регионах И это Тоже Является Элементом Колониальной Политики То есть Тут Не дать Не взять Что Так и Происходит Именно Но смотри На самом же деле Это такая Общемировая Как сказать Практика Да Что Националисты Во всех Странах Они обвиняют Именно Мигрантов В том В первую очередь Что те похищают Рабочие места Занимают их Рабочие места Да Ты пойми Да Да Но я вот Договорю Понятно Что эта проблема Распространена Да Но другое дело Что Как-то в странах Где все-таки Работает закон Где есть какой-то Баланс Где есть Противовесы Это все Регулируется Все равно Так или иначе Да Нигде нет Идеальной ситуации Но в России Действительно Просто В отдаленную Якутию Действительно Каким-то олигархам Проще вахтовым методом Навести Каких-то гастарбайтеров Из Центральной Азии Которым можно Не платить Нормальную зарплату И в случае чего Выкинуть Да Их можно выкинуть Если кто-то из них Погибнет Там тоже скажут Что он сам виноват Там без страховки Работал Или вообще Что он не работал У нас здесь Кстати Мне вот В свое время Как сообщали Да По-моему В Крыму Уже в российском Крыму Была такая ситуация Когда туда тоже На всякие Масштабные стройки Привозили значит Из того же Оккупированного Донецка людей И человек погиб А его взяли Просто в ближайший Овраг выкинули То есть Он вообще По документам Нигде не проходит И собственно Как бы Мы не знаем Какая бухгалтерия Вот этих вот Олигархических предприятий Которые в Якутии работают Но я думаю Там тоже Вот такая черная бухгалтерия Процветает Ну да Никаких трудовых договоров Никакой техники безопасности Правильно То есть Они официально Там может быть В своих отчетах Показывают Что там все нормально Получают Ну чтобы Макроэкономические Так скажем Но кто-то нормально И получает Да А собственно Черная касса Да Вот дается Там соответственно Ну эти все штучки И дрючки Это в принципе Проблема Как раз местных жителей Потому что Они могут создать Профсоюзы Они могут создавать Свои собственные Там трудовые Какие-то коллективы Организации Да Для того Чтобы лоббировать Свои интересы То есть Все механизмы Есть они Существуют Извиняюсь И поэтому Вот пассивность Людей Ну опять же С другой стороны Ну что ты рассчитываешь То есть Они там отдали Там несколько тысяч Рекрутов Да То есть спокойно Да Смотрят Когда там Десятки трупов Приходят Десятки Вот этих гробов Приходят И так далее То есть И они там С этими С флагами Ходят Бегают И там Значит В грудь себя колотят И говорят Какие мы там борцы За русский мир Там и все прочее А вот тут Ну русский мир Он как бы Ну это же политика Тут нету Никакой Теперь Коммунистической партии Там С какой-то Идеологией Интернациональной И так далее То есть Тут чистый капитализм С другой стороны В странах Чистого капитализма Да Работяга Там он себе Цену знает И собственно Конечно Как бы В целом Там достаточно Высокий уровень Дохода Да И даже если туда Там Ну где-то В какие-то отрасли Вот как например В Соединенных Штатах Америки Ну целые отрасли Да Заняты мигрантами Например Доставка Ну в доставке Например Тоже большое количество Американцев работает Те же траки Достаточно большое количество Тех Которые запросили Политическое убежище Но все они Одинаково платят налоги Американские Понимаешь То есть Это своего рода Свобода Почему Ну потому что Вот мне Мой знакомый Таракист Он рассказывал Что было Когда ездили Американцы Там Не зарегулировано Абсолютно Все было То есть Там шутки были По поводу Таракистов Что они спят Раз в неделю Потому что Там употребляли Значит Различные Транквилизаторы Там для коней И могли Там Сутками Там 7-8 суток Не спать Происходили Там Такие ситуации Когда просто Там Одни американцы Других американцев Выкидывали В Квет Ну то есть Фура Просто била В задницу И машина Улетала И никто Ничего не мог найти Сейчас конечно Там все Рынок Зарегламентировался Все все боятся Американская экономика В целом Крутится Куда бедно И В этом отношении Ну как бы Никто там Не возникает Просто боятся Есть у американцев Боязнь Что Соединенные Саторы Америки Превратятся В Европу Когда там Все прыгнут На велфер Там и так далее В итоге там Американцы будут работать Ну Рынок Он сам все решит Но когда Государственная система Вот как в Якутии Или в Бурятии В других регионах Это полу государственная А сейчас мы снова Будем возвращаться К тому что Я так уверен Что будет Снова команда Административная экономика Потому что Ну уже не вывозят Рыночная экономика Уже не вывозят Российская Ну вот Заметь Кстати Об этом Можно вспомнить Такую историю Поучительную У нас в Поволжье Буквально вот На этой неделе В конце той По-моему Еще все это началось Из-за якобы Очень обильных снегопадов Вдруг пропали магазины Товары С полок магазинов Причем какие-то Такие вот самые Ну знаешь там Самые банальные Молоко Курица Там хлеб Даже вот Просто Знакомые мои Заходили Демонстрировали Пустые полки Это в Казани Было Сейчас такая же Ерунда В Самаре Ну то есть Мы видим Что уже Рыночная логистика Рушится И Очевидно Если так дело Пойдет дальше То вернется Вот эта Распределительная система Ну я думаю Что курочка Вся едет в Москву Как и все Яйца Как говорится Да Поэтому Москвичи будут Выкладывать фото Из московских Супермаркетов И говорить Да нет Ничего Вы смотрите И яйца у нас есть В стране И курочка Ну то есть Как в советское время Было вот Вы с Казани Там потом будете Летать значит На льготных Каких-то авиарейсах В Москву Чтобы там Ну просто привезти Пару сумок Никаких льготных Авиарейсов не будет Учитывая состояние Авиации в России Пару Да Да Кстати Пару там Пару сумок Там колбас всяких Там курица Оно кстати И в советские времена Это было Ну как так Затратно И например У меня мама Я помню Она ездила Вот таким Каким-то Ночным что ли Поездом Да там В принципе От Казани До Москвы Ночь пути И соответственно Вот она Значит Приезжала С утра Выходила Значит На перроне В Москве С авоськами Там взмылино Обегала Все магазины Отставила Вся очереди Которые только можно Вечером значит Садилась опять в поезд И вот в поезде Ночевала Значит И приезжала Там В Казань Соответственно Вот такие поезда Колбасные Как их называли В то время Они могут опять Вернуться Получается Ну потом Вернутся Такие Столы распределения На предприятиях Всяких государственных Где будет там Холодильник оборудован Я вот В институте работал В Москве И у них там Была Значит Такая Холодильник Да Как склад Я говорю А что это склад Ну то есть Холодная комната Это называлась Я говорю А что это такое Там Что за окошко рядом Там короче Типа такое Зарешоченное Значит Ты знаешь Как советская Такая арочка Такая небольшая А он говорит Так это же Стол заказов То есть Это такая Система была Когда Те под зарплату Просто выдавали Продукты Там С праздником Каким-то Сорокаченая колбаса Там и так далее И очень было Модно Значит Иметь каких-то Знакомых Вот В тех предприятиях У которых Такой стол заказов Есть И это вот Все выдавалось Короче Я помню Даже Где-то Меня в Бурятии Где-то Таскала Короче Бабка Значит Я вот Я только Не помню То ли Это Мать Посылку Из Москвы Прислала То ли Она В какое-то Предприятие Ходила И там По блату Просто Не по блату А по знакомству Получала Покупала Какие-то Вот Такие Деликатесы Ну и вот Как у нас Написал Один местный Блогер И краевед У себя В телеграм Канале Говорит Для полноты Картины Он значит Там Показывает На фотографиях Вот эти вот Пустые полки Какого-то там Супермаркета Магниты Что ли И пишет Для полноты Картины Не хватает Только березового Сока В трехлитровых Банках Ты знаешь Вот еще Поставить его Как-нибудь Там пирамидками Выставить все это И будет идеальный Такой вид Советского Магазина Нет Но я помню Кстати Вот этот березовый сок Я помню Когда там Значит Приходили во двор Кричали Что там Завезли Какие-нибудь Босоножки Там еще Чуть в этом роде Ну это просто Тотальнейший ужас Был И Естественно Ну то есть Как бы Я не знаю Там современное Поколение Такое переживет Но с другой стороны Приучится Понимаешь То есть Какое-то же Поколение Оно После революции Приучилось К этому Советскому Обществу Я вот Собственно И понимаю Почему Наверное Возможно Были репрессии Всякие Там Раскулачивания И все прочее Потому что Народ-то В принципе Не ожидал То есть Он верил Что будет лучше Да А Получилось По известной фразе Как всегда Ну да Не забудем Что Вот эта самая Лягушка Которую варит В кастрюльке Постепенно Ее же не сразу В гипящую воду Бросают Вот да Это та самая Лягушка Которая не замечает Что грядет В этом плане Мне кажется Очень грустно Но в то же время Поучительная история С надеждинцами Как их можно Наверное Назвать Да Потому что Ну я В принципе Для Идель Реали Выпустил сегодня Материал Я поговорил С людьми И в Казани И в Уфе И вот даже С Олегом Родином Это Нижегородское яблоко Но он сейчас В Варшаве В Ковчеге Да О том Почему они Все таки Решили Вот Включились В сбор подписей За Надеждина Сами за него Подписи Кстати Бурятия За Надеждина Мало голосов Да Ну вот Как бы Я прекрасно понимаю Аргументацию этих людей Они говорят О своих надеждах Они говорят О том Что Ну наверное Некоторые Открыто Некоторые Подразумевают Что это элемент Такой психотерапии Да Вот мы делаем Какое-то Ненаказуемое действие Да Я кстати К этому Как раз И пришел Да И собственно Да Вот нам От этого Хорошо А в будущем Когда-нибудь Это может Стать важным Кирпичиком В состоянии Гражданского Общества Но Увы Живем-то мы Вот прямо сейчас Сегодня И на фоне Вот этих вот Историй В Икутии В Башкортостане Да мало ли Где еще Но Я уже С ужасом Думаю А кому же После башкортостанских Активистов Нагрянут Следующими Потому что Надеждин Даже При всей Вот этой Своей Такой вот Ну знаешь ли Как-то вот Такой вот Мягкости Пушистости Плюшевости Он ведь сейчас Явился очень Сильным Раздражителем Когда вот Эта вот История Со ста тысячами Подписей А он собрал Даже больше Она же Очень задевает Сильно власть Тем более Когда мы Видим Что за Путина Голоса Дают только Когда начальство На каком-то Предприятии В какой-то Организации Дает распоряжение И все работники Подписываются А эти Путинские будки Они стоят Пустыми В людных местах Не Ну понятно Что Как Песков В свое время Сказал Что Это чисто Будет Бюрократическое Переизбирание Так что Вы Да Да Техническое Техническое И Ты просто Не понимаешь Там Все-таки Какие-то Более-менее Сознательные Люди Пришли Короче Или там Ну Которых Завербовали В какую-то Религию Действительно Вот Как психотерапевты Психотерапия Да Потому что Ну Я действительно Вот Понял А за что Им еще Бороться Да И вот Некоторые Там Например Говорили О том Что Ну Вот Россияне Там Всякая Оппозиция Это Политические Лузеры И Естественно Чтобы не быть Такими Надо Вот Какого-то Своего Кандидата Выдумать И так далее Я думаю Что все Вот Эти Аналитики Они В Москве Которые Сидят В Кремле Они Прекрасно Понимали Что Надо Подсунуть Позиции Какого-нибудь Кандидата Например Который За Крым Наш Там И за Завоеванные Территории Он конечно Против Войны Но Касаемо Всех Территорий Он четкого Ответа Не дает И Там Некоторые Говорят Что Это Политическое Лавирование И так далее Но Тем не менее Ну Как За Такого Депутата Например Вот Я Не Пошел Не Поставил Хотя Ну В принципе Мысля была Но Просто Здесь Все За И Против Просто Я Решил Что Я Буду Эти Выборы Игнорировать Как Предыдущие Ну Слушай Я Мог бы Сказать Что На безрыбье Рак рыба Да Ну И Соответственно Ну Чем Плох Надеждин Да Но Ведь Проблема На самом деле Даже Не в этом А В том Что Лавирует Надеждин Или Не лавирует Мы все Прекрасно Знаем Что Ему Просто Избраться Не дадут Да То есть Его голоса Честно Не посчитают И Сейчас В общем У Кремля Просто Дилемма Снимать Его Еще На этапе Вот Сдачи Подписей Когда Просто Их забракуют Либо Все Таки Дождаться Выборов И Подделать Результат Я думаю Что Они Пустят Значит Дадут Ему Там Полтора Два Процента Может Еще Меньше Ради Русских Вот Этой Собачницы Дадут Пять Семь Процентов Короче И Со Всех Этих Будут Полоскать Короче Что Позиции Это Нет Что Курс Кутина Верный Там И все Прочее Ну Знаешь Как Я помню Очень Хорошо 18 Или 19 Год Когда Были Выборы Мэра Там На Выборы Мэра Шел Шутенков Вообще Совершенно Неизвестный Мужик Короче То есть Его Кроме Там Какой-то Группы Чиновников Вообще Не знали Он Даже Не Распиаренный Потому Что Предполагалось Что Ну Будет Голков Там И так Далее Он ушел И Вот Этого Значит Шутенкова Постояли Который Вообще Медийно Никак Неизвестен Вышел Значит Там С ним Спойлером Мархаев Такой Ну Который Я помню Один Поэт Наш Кричал Поэт Таксист Кричал Я Не Коммунист Я Мархаевец Короче И Вот Ну Там Призывали Значит Бурят Голосовать И так Далее Естественно Коммуняки Включили Бутылочное Голосование Когда Там Ну Эти Всех Алкашей Дергали Короче Из бутылки Они там Голосовали То есть Параллельно Этим Мэрским Выбором Шли Выборы В городской Совет И Видимо Там Ну Под Участие Этого Мархаева Там Коммунистам Обещали Что Они Там Пару Мест Дадут В этом Городском Совете Естественно Туда Пришли Платники Так Называемые Коммуняки В два раза Меньше Берут Чем Единая Россия Ну Такая Такция Я не знаю Как в других Регионах Но В Бурятии Такая Система Какие-то Активисты Или Бизнесмены Заплатили И их Прокинули Просто Ну То есть Прокинули Короче И там По-моему Один или Два Коммуниста Которые Ну Такие Как Паровозы Прошли Значит А все Остальные Пролетели Ну Естественно Вот Были Значит Волнения Потом В 19 Году Совпало Там С проходом Шамана Габышева И в итоге Ну Там Сложилась Атмосфера Но Я До Этого Сидел Значит На ПВЗ На своем Значит В кафешке В одной И сидели Бухали С этими С Глубинариями Там Две Были Русские Бабы Короче Непонятных Ну Младше Меня Намного Они По-моему Там 90-х Годов Ну Знаешь По-старше Меня Выглядит Потому Что Там Уже Рожавшие Короче Там Не пойми Где Работающие Такие Да Но Они Говорят А там Еще Один Был Товарищ Короче Там Был Этот Россиянин Но У него Фамилия Дорош Короче Он От ЛДПР Шел Я Говорю Ну Так Типа А за Дорош Будете Голосовать Она Говорит Да Тут Кроме Шутенкова Некого Некого За кого Голосовать Я говорю А что Ну Мархаев Политик Ну То есть И тут Я сразу Понял Что Ну Они Меня Как Видимо Не совсем Бурята Воспринимали Короче То есть Обычные Разговоры Пошли Ну Там Естественно Под Выпивку Там Под Все Прочее Короче Я Сразу Понял Ну Что Глубинный Народ Просто Не будет За этого Мархаева Какой Бо Хороший Народный Не Был Голосовать Просто Из-за Того Что У Него Весь Компромат На Лице Я Помню Я в детстве Отцу Говорил Я Вот Президентом Ну Знаешь Там Все Пошло Как раз Ельцин Президент Горбачев Был И Меня Спрашивали Кем Я хочу Стать Я говорю Я хочу Стать Президентом Ну Мне Отец Сказал Говорит У Тебя Весь Компромат На Лице И Уважаемые Наши Слушатели Вы Только Что Услышали Историю Как Зуртан Принял Решение О Создании Независимого Бурятского Государства Вот Оказывается Где Истоки Да Как раз Перестроечное Время Было Там Все Про Горбачева Говорили Да Но Возвращаясь Все-таки К Надеждину Да Вот То Что Ты Правильно Говоришь Что Скорее Всего Если Даже Его Допустят Я Считаю Что Его Допустят Голосованию Потому Что Кремлю Нужен Такой Как Я Называю Триумф Вовы То Есть Триумф Воля А Это Будет Триумф Вовы Когда Покажут Что Все Остальные Кандидаты На Его Фоне Это Какие Муралишки Ничтожные И набирают Они Где-то Там По Один Два Процент Процент И в том Числе Надо Будет Устроить Показательную Порку Вот Надеждину Показать Что Действительно Он Один Два Процент Набрал Эта Тактика Она Могла Бы Не Сработать Если Бы Вот У Тех Либерально Демократических Сил Которые Сейчас Ставят Подписи За Надеждину Была Бы Во Первых Решимость А во-вторых Что еще Даже Важнее У них Была бы Решимость После этого На улицу Выйти И отставить Свои Права Ну да Конечно Нам тут Сейчас Рассказывают О такой Стратегии Как бы Полдень Что ли Она Называется Полдень Против Путина Когда Значит В 12 Часов Дня Люди Вот Где У них Там Есть Избирательные Участки Они Должны Выйти И показать Что их На самом деле Много Тех Кто Против Путина И тех Кто Либо Не Голосует Либо Голосует За Надежда Либо В случае Снятия Надежда Голосует За Какого-то Другого Кандидата Но Только Не За Путина Но Ну Постоят Они Ну Разойдутся Ну Это Знаешь Как В силе А на зло Бабушки Ноги Отморожили Уши Отморожили А дальше Это что Да Ну То есть Понятно Что Вот этот Режим Он уже Какую-то Такую Вот Очередную Так Подожди Выборы Сейчас Будут Несколько Дней Тем Более Урны Будут Стоять Несколько Дней Ну Ребята Но Несколько Дней Эти люди Значит Будут Выходить И как Урны Тоже Стоять В 12 В ползин На вытяжку Ну Понятно Что Режим Специально Сделал Такую Очень Сложную Запутанную Схему Когда Действительно Невозможно Проконтролировать Нарушения Не случайно Один из Представителей Голоса Будет встречать Эти президентские Выборы Собственно Говоря В СИЗО Ему Специально Продлили Я вот К сожалению Запамятовал Фамилию Но это Легко Гуглиться Ему Специально Продлили Арест Таким Образом Чтобы он Еще и Выборы Там Пересидел Ну Понятно Что Система Наблюдения Разрушена Альтернативная Система Наблюдения Либерально Демократические Силы Не создали Значит Ну Как вы будете Наблюдать Как вы будете Ловить за руку И главное Хватит ли у вас Потом решимости Выйти на улицу И вывести Людей Еще Но Я тебе так Могу сказать Что Все те Кто Хотя бы Что-то Могли Пошевелить Там Да Они все Либо Сидят Либо Выехали То есть Те люди Которые Остались Это такие Знаешь Крипто Борцы То есть И Ну Я не могу Их У них нет возможности Бороться Или сидеть На бутылке По 5-7 лет То есть Нельзя этих людей Осуждать Но другое дело Что Никаких изменений Не происходит И вот Методы демократии Демократические То есть Почему Это же Электоральность Фактически Читается Они используются Диктаторскими режимами Для того Чтобы свою власть Упрощить То есть Путин засиделся Во-первых Он для того Чтобы Значит Вот на эти сроки Пойти Он изменил Конституцию Да То есть В 18-м году Это вот Все происходило Как раз Изменения Конституции И все прочее Они произошли В 20-м году Ну В 20-м Я извиняюсь В 20-м Но Проекты И все прочее Это готовилось Естественно Раньше И То есть В этом отношении Даже Запад Он как будто Может быть Проекты какие-то Готовил Я кстати Ошибку тогда Совершил О том Что Говорил о том Что Конгресс Там что-то Принял Значит Какое-то положение По которому В 24-м году Если Путин Пойдет на выборы Они его автоматически Не будут признавать Легитимным Оказалось Это просто Проект В насилие Какой-то Воздуханский Естественно Там какие-то Комитеты Не прошел Там и так далее То есть Нету такого Закон Слушай Но Резолюция Пассе Она есть Я считаю Что Она осенью Была Приятна Что его Путин Это нужно Легитимизировать На международном Уровне Конечно Это важно Кстати Вот раз уж Мы Сначала Страны Демократии Потом Страны С отсутствием Демократии Потом Всякие Терранистические Режимы Тоже Перестанут С Путиным Здоров Раз уж Ты в который Раз сегодня Упомянул Америку Хочу поговорить Об еще одном Сюжете Вот это Противостояние Федерального Центра И штата Техас Которое Оно буквально На наших глазах Сейчас складывается И развивается И я Обратил Внимание Что все эти Ватные патриоты Многочисленные Которые сидят В твиттере Они до этого Обсуждали Тему Уил 76 Что там Кровавый Киевский Режим Убил Якобы Своих же Собственных Украинцев Военнопленных А сейчас Они резко Перебросились Вот на эту Тему Другой Лакомый Кусок И значит Они кричат Там Техасская Народная Республика Техасская Народная Республика Уже Какие-то Флаги Мемы Пошли Что они Чуть ли Стихотворения Пошли Они туда Уже Моторолу Нового Какого-то Отправляют Гиркина Баширова Петрова И вот Мне Кстати Даже Жалко Немножечко Что У России Сейчас Селенок Не хватит Никаких Вот таких Диверсантов В Техас Закинуть Потому что У этих Диверсантов Которые бы Там Попытались Построить Какую-нибудь Техасскую Народную Республику У них Был шанс Только Сдаться Федеральным Властям Иначе Если бы Их обнаружили Первыми Сами Жители Техаса Они бы В них Наделали Дырочек Красивых Аккуратненьких Вообще Без Каких-либо Церемоний Без проблем Без какой-либо Рефлексии Ну ты знаешь 90-е годы Это уже Тоже Бодяжили Короче На российском СМИ Я тогда В принципе Узнал О том Что Техас Был в свое Время Даже Независимым Государством И Несколько Там Стран Европы В том числе Англия Они признавали Его независимость То есть Просто потом По экономическим Причинам Техас Просто Инкорпорировали Это да И Техас Они Ну как бы Всегда Отличались тем Что у них Собственное законодательство Оно очень Ну довольно Такое своеобразное Другое дело Что Я вообще Не понимаю Вот этих Всяких Проблем Которые там Возникали Потому что Никто в Техасе Из мигрантов Не остается То есть Тут вот Неправильную Эту закидывают Или может быть Сознательно Закидывают Вот эти Все эти Всякие Зет-патриоты Как будто бы Мигранты Они лезут Именно в Техас В Техасе Самое Хреновое Законодательство Касаемо Предоставление Убежища И все прочее То есть Все эти люди Которые пересекают Границу В основном С Латинской Америки Да Они потом Рассасываются В другие Демократические Штаты Ну да Это транзитный штат Это транзитный штат И в общем-то Там По той простой причине Что там река протекает Там как таковой Вот этой Демаркированной Границы нет И все прочее И понятно Что это Скорее всего Какая-то Внутренняя Чисто американская Борьба За какие-то Там значит Преференции Может быть За Вот эта Предвыборная Компания Против Например Может быть Какой-нибудь Глубинный народ Американский Решил торпедировать Байдена По поводу того Что ну там Слишком много Мигрантов Там работу Занимают И все прочее То есть Вот эти Ну традиционные Страхи Да При том Что ну как бы Для капиталистов Или например Для тех же Значит Представителей Сельского хозяйства Да То есть Сезонный Мигрант Это просто Ну как бы Золотая жила То есть Позволяет им Просто На самом деле Усобирать урожай Зарабатывать нормально И Вот Всякие вот Эти ужесточения Которые происходят Ну они против рынка Просто в Америке Идут И Америка Она С удовольствием Поглотит Еще там Я не знаю Там Половину Китая Может поглотить Ну конечно Америка Это ведь изначально Страна мигрантов Да Вот уже Как это все В результате сложилось Соединенные Штаты Америки Это по идее Страна Где Всю власть Получили мигрантов Мигранты Свободный рынок Защита интеллектуальной Собственности То есть Вторая тема Которая мне В связи с этим Очень интересна Но вот эти Затпатриоты Эти ватники Которые Радуются тому Что значит Вот у Техаса Они как-то вот А в свою ту сторону Не хотят ли посмотреть Давайте представим Такую ситуацию Что вот Какой-то российский Губернатор Набрался наглости Смелости И сказал Или активизировал Национальную гвардию Да А я вот хочу Вот такую вот Политику выстраивать И мне плевать Что там думает По этому поводу Москва Вот я так сейчас хочу Да Вот давай И представим Что этот бы конфликт Выплеснулся на Вот пишет Политический биженец В США Ренчин Гомбоев Техас отправляет Автобусами латинских ребят Нью-Йорк или Чикаго Ну вот Что и требовалось доказать То есть Это просто высосано Из пальца В российских Именно В российской интерпретации Что там Какие-то в Америке Проблемы Там приводят Еще знаешь Фильм такой фантастический В котором там Значит образовалась Новая конфедерация Значит какая-то Штатов И которая значит Там захватила Вашингтон Короче Разбомбили они его И значит Федеральное правительство Пало И вот значит Какие-то То ли журналисты То ли активисты Там что-то бегают Короче Ну это Ну смотри Что самое смешное Это кино Что самое смешное Такие страшилки Производят В общем массово Американцы Ну конечно Американцы И для американцев же Но наши ватники Они по сути Занимаются чем Они занимаются Каргокультом Они подхватывают Чужие сюжеты Просто переводят Их как-то Адаптируют Наспех Для российской аудитории И говорят Вот посмотрите Вот у них там Завтра вся Америка Рухнет Ничего не рухнет А вот если в России Действительно Такой раздрай Начнется И губернаторы Начнут демонстрировать Свой норм Вот Насчет России Я уже Беспокоился Уже же некоторые Русские оппозиционеры Типа Ходорковского Они же там Опасались Вот там Хабиров Или кто-то Какие-то батальоны Свои собственные Создает И так далее Ну когда Там начали Значит Русская армия Начала успешно Утилизировать Бурят Тувинцев Башкир Татар Якутов Значит В Украине Да Ну вот эти голоса Они как бы там Попадали Да То есть И Ну вот эта Удивительная ситуация Просто когда Что То есть То ли отсутствие Политической чуйки То ли Просто сознательная Какая-то Москвоцентричная Такая вещь То есть В Москве Отряды-то не создают Ну там и не сождашь Кто там пойдет Там воевать И так далее Поэтому вот эта Диспропорция Как раз и возникла Которые там Молодые Неопытные Значит Всякие Деколониальные Активисты В прошлом году Позапрошлым году Все уши прожужжали Да Ну вот По крайней мере Я пока эффектов Не вижу Вот Такой деятельности Тех же Деколонизаторов Например Я там предложил На республике Бурятия У нас канал Есть такой Вот этого Значит Якута Который Ну критически Там относился К своим Начальникам Непосредственно Потом критиковал Собственно Царя императора Там и так далее Я говорю Его не надо на обмен И нужно Чтобы все Вот эти Правозащитные Организации В том числе Якутские Запросили Для него Политическое убежище Для него И для его Там родственников Политическое убежище Где-нибудь Ну в Европе По крайней мере Смогли вывести Потому что Ну вот это бы гораздо Было эффективнее Нежели чем Там с плакатами Там стоять Какие-то бесполезные Конференции Год там Деколонизации Объявлять И так далее То есть Ну мы не видим просто Что что-то происходит Поэтому Естественно Такое скептическое Отношение И вот еще Один Такая ремарка По поводу Вот этих Значит Митингов Митингов Который в Якутии Прошел Там же Сразу Власть Объявила Что это Все Инспирировано Какими-то Значит Беглецами Которые Из-за рубежа Пишут Значит Я по этому поводу Сказал Что да Это Три коллеги Со смартфонами Значит С доступом В интернет Говорю Запад Еще просто Не начинал С вами Даже бороться Говорю В том числе В информационном Плане Ну и Как оказалось Очевидно Поймали Значит Этого Админа Якутского Канала Там Поставили Его на колени Он там Что-то Начал Изменяться Ну в общем То есть Репрессии Как раз Вот они С этого И начались То есть Когда народ Начал Недовольствовать Там были Какие-то Пассионарии Высказывались И так далее Их сначала По одному Ловили А потом Создали Систему Ну потому Что так Проще Стандартизировали Систему И началась Просто Косилова Так что Пока Пока у вас Есть возможность Пока еще Путин Границы Не закрыл А после Того Как он Изберется Я думаю Что 100% Он обняет Всеобщую Мобилизацию Или по крайней мере Там мобилизирует 5-7 миллионов Ну потому Что Он же не может Так сказать Все Я переизбрался Там Мы войну Прекращаем Выводим войска И все прочее То есть Я более чем уверен 5-7 миллионов Ты хватил Но я думаю Мощная волна Будет Она будет Заметная Нет Ну то есть Смотри Сейчас По современным Методам Да Введения войны Нужно Десятикратное Преимущество Как и минимум Уметь То есть И такое Преимущество Которое Например Украина Не сможет Быстро Смобилизировать Я понимаю Ну смотри Они же Пытались Ну вот Собственно Мы же Видели Это перевыполнение Плана Вот в эту Частичную Мобилизацию Осенью 2022 года И кончилось Все тем Что мобики Массово Начали Помирать Кто цирроза Кто Отчетчего От каких-то Там болячек Нарушена была Вся логистика Парализовано Было движение Ну то есть Они Они бы и рады Они бы и рады Такое Десятикратное Преимущество Обеспечить Но они просто Не смогут Вот это будет Толкотня Опять где-то И кстати Если такая толкотня Начнется где-то На границах С Украиной Где уже Есть Возможность Из Химарса Шарахнуть То я думаю Украина Будет за такую Поставку Только благодарна Знаешь что будет Наверное Там будет Мобилизация Коррелироваться С утилизацией То есть Тогда у них Весь этот механизм Конвера Будет работать Это да Да И вот На каких-то Долях Процента Они будут Конечно Перетягивать Потому что Ну понятно Что там На 100 Мертвых Чмобеков Ну может быть Там Ну 30-40-50 Украинских Бойцов И это Существенное Число Просто-напросто Поэтому Тут Как бы Сложно Рассуждать Без военного Специализированного Образования Но тем не менее То есть Вот после выбора Перевыборов Точнее Переназначения Чиновничьего Бюрократического Путина Никаких изменений Не будет И конечно Ты не прав Будут Но в худшую сторону Имеется ввиду Да То есть Что для вас Изменений Никаких Как будто бы Не будут Но они будут В худшую сторону Так Ну что Я думаю Мы заканчиваем уже Да Наверное Друзья мои Практически Все обсудили А нет Кстати Еще Касаемо Тебя касаемо Вопрос По поводу Закона Который Вот Буквально За Два Или Три Дня Приняла Госдума Конфискации Мущества Иностранных Агентов Что думаешь Ты знаешь Я честно говоря Не вникал В суть По моему Там все таки Еще Важная Составляющая Это фейки Да Чтобы Фейки против Армии Там что-то в этом Роде Ну Как бы Я не вникал В сути Я как К этому Подхожу Потерявши голову По волосам Ведь не плачут Да То есть Ну понятно Что они сейчас Будут как-то Закручивать Гаечки Как-то Запугивать Я даже Полагаю Что Эта мера Направлена Прежде всего На тех Кто Кто Внутри До сих Сидит Ну Потому Что Ну Что Вот Я Я прекрасно Знаю Что Если Я вернусь Меня Сразу Закуют В наручники То есть Я Уже Не могу Попасть Не смогу Попасть В свою Квартиру Пока Этот Режим Существует Ну Хорошо Ну Вот Они Сделали Такую Подлянку Ну Давайте Посмотрим Например Сколько У нас Агентов В списках По Моему Где-то Порядка Шестиста Фамилий Да Ну Они Сейчас Конечно Пытаются Преподносить Это Как Некий Такой Акт Социальной Справедливости Ну Какая Черт Социальная Справедливость Там Если Эти Квартиры Кинуть Как на Драку Собаку Жен Мобилизованных Они Перезерутся Просто Из Из Эти Квартир А я Предполагаю Что Знаешь Они Хотят Разветь Именно Тех Инагентов Ну Типа Шендеровича Кто там Ну Это же Малый Процент Нет На самом деле Я Более чем Уверен Что У Того же Шендеровича Большое Количество Недвижимости Потому Что Я Насколько Считал Что Этот Закон Будет Касаться Именно Не Того Твоего Жилья А Именно Коммерческой Недвижимости То То Что Приносит Тебе Доход Например Помимо Твоего Собственного Жилья Там Например Это Вторая Третья Квартира Дача Уверяю тебя Они Никто Из них Не Является Такими Ну Разве Что Кроме Галкина Какого Нибудь Такими Ландлордами Чтобы За это Стоило Всерьез Биться Чтобы Ради Этого Стоило Принимать Какие Абсурдные Законы Нет Это Инструмент Воздействия В первую Очередь На тех Кто Еще Сидит В России Или Не Порвел Окончательно Связи С Россией Понятно Этим Людям Это Будет Страшно Это Будет Доставлять Неудобства Боль Особенно Опять же Вопрос А как Поступать В тех Случаях Если Какая Долевая Собственность Непонятно А что Если У кого Старенькая Мама Осталась И она Владеет Одной Второй Квартирой Ее Что Там Пинком На улицу Что Или Как Это Приставы Должны Разменивать Ей Какое Жилье Предоставлять Да Можно По Беспределу Пинком На улицу Ну Давайте Дальше Злите Народ Доводите Их До Белого Коленя Либо Какие Сложные Схемы И Тогда Этот Закон Будет Нерабочим Это Для Того Чтобы Кто Сережа Миронова Унылого Клоуна Он Пошумел Сказал Да Мы Тоже В Разработке Участвовали Этого Законопроекта Вот Смотрите Теперь Враги Народа У нас Мне кажется Путин Успешно Манипулирует Таким Понятием Как Социальная Справедливость Заметь С прошлого Года Они Начали Подменять Социальную Справедливость То есть Что было Социальной Несправедливостью В декабре А это Вот эта Голая Вечеринка Да То есть Куча Каких-то Непонятных Зет Патриотов Сильно Оскорбилась Тому Обстоятельству Что кто-то В стране Еще Отмечает Новый год На заднице Бриллианта Таскает Такое ощущение Что вот Они в этой стране При путинском режиме Жили 25 лет И только проснулись Продрали глаза И увидели Что же такое происходит Ты знаешь В свое время В советское время Там же происходила Такая ситуация Вот эта Фурцева Которая была Они же там Ну Всегда там В культурной среде Всегда вот такие Левачки были Концерты левые Там и так далее То есть У Значит Артистов Неучтенки Очень много То есть Я вообще Офигел Когда узнал О том Что за прошлый год Ивлеева Заработало 600 миллионов Там И к ней Налоговые претензии Возникли И все прочее То есть Ну это вообще Вообще Никто Поприк Да Ну смотри И ситуация Это я думаю Такая Что И потом же Смотри Какая реакция была Да То есть Они же Сразу бросились Там Лолита Там Три квартиры Сняла На полгода Короче Там Какая-то Собчак Там тоже Оподлилилась Значит Какие-то Семьи Началось Белгорода Вывозить Которые Что-то там Лишились И так далее То есть Некий Собчак Некий даже, да, что это много, да, но на самом-то деле по тем же московским меркам это какие-то смешные суммы абсолютно. Ну, то есть это вот есть конкретные интересанты, которые, допустим, хотели перехватить рекламные контракты той же Ивлевы, да, вот это, ну, как бы понятно, да, мотив. А то, что они таким образом бюджет пополнят, ну, это мертвому припарки на самом деле. Просто я, ну, вот как бы по личному опыту, да, могу так поделиться очень аккуратненько историей, то есть я просто знавал в свое время одного очень мелкого московского чиновника, ну, даже не чиновника, наверное, функционера из энергетической сферы, который вот, ну, частенько приезжал к нам в Казань, да, ну, просто отдыхать, покуражиться. И не только в Казань, он в Сочи там раз, два раза в месяц летал, куда-то на охоту регулярно там выбирался в Тверскую область. И вот представь себе вот такой вот человек, абсолютно серенький, незаметный, который никогда не становился даже героем расследований Навального. И даже более того, его начальник, скорее всего, не становился, да, он мог себе позволить в Казани спокойно квартиру купить, потом другую, потом дачу, потом машину. Не говоря уж о всяких там погребушках, типа там айфонов, смартфонов, еще чего-то. Да, вот видите, как мы бедно живем, короче. А москвичи сейчас возмущаются, когда всех, значит, дворников, всех мигрантов распугали, почему-то улицы снегом завалили. Никто не чистит. Да, 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 да. Никто улицы не чистит. То есть она стоит и раздражается, короче. То есть они вот, ну, за эти 30 лет совершенно отвыкли от произведения какой-то, в принципе, физической работе. То есть, естественно, что та вот советская лимита, которая там в Москве вкалывала в предприятиях там и так далее, да, она уже сейчас переродилась вот в этих путинских потребленцев, я их так называю, которые вот просто расхищают, ну, являются частью распределения вот этих сверхблак, так сказать. Да, вот я к чему, вот этот вот товарищ, он типичный потребитель из Москвы вот этих путинских сверхблак, да? Но даже по московским меркам он абсолютно незаметный человек. Понятно. Вот представляешь, какие деньжища. Но зато, как любят навальнисты, говорят, вот в этих регионах национальных там такая коррупция. Вы проведите расследование и так далее. Ну, то есть... Ну, я думаю, тут как бы в этом случае не вина навальнистов, а просто по московским меркам он слишком мелкая сошка. Ну, да, это москвоцентричная позиция. И, естественно, то есть вот... Ну, вернемся там потом как-нибудь к обсуждению наших регионов с тобой. Тоже интересная тема, наверное, что-то там подбросится. Ну, в завершение, что можешь пожелать нашим зрителям, слушателям? Ну, что я могу пожелать? Я могу пожелать столько бодрости духа, держаться дальше. Если у вас есть возможность эмигрировать или вы уже эмигрировали, устраивайтесь там, куда вы эмигрировали. Желательно подальше от России. Да, мы видим, что страны, которые находятся в сфере российского влияния, они все-таки выстраивают еще очень неоднозначную, мягко говоря, политику. То есть у России есть теперь такой список недружественных стран. Вот если вам повезет оказаться в одной из недружественных стран и как-то здесь прижиться, вот это будет для вас самое идеальное. Не надейтесь на скорое возвращение. Увы, пока это так. Учите язык местной страны, потому что я прочитал такой пост, там писалось о том, что, ну, обычно в странах, в каких-то определенных странах не получилось именно у тех людей, которые не выучили язык даже на коммуникативном уровне. То есть, ну, у них какие-то вот стоят там еще советские школы, выработанные, видимо, запреты, да, или как их правильно там называют. Разрушайте их, начинайте говорить, общаться с местным населением, естественно, интегрироваться. Для этого есть все возможности. Так что боритесь и поборете, как говорится. Ладно, всем пока. Какие-то буряты и не только буряты. Всех призывают думать. Да, в общем, большое спасибо за эфир и до встречи в следующую пятницу. Сейчас послушаем бурятскую музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok